Приветик всем! Хочу сегодня ответить на некоторые ваши вопросы, что вы задавали. Вот я буду говорить и буду пить чай, потому что я так что-то замерзла, что мне так холодно стало. Вообще голова еще мокрая, я помыла голову. И на улице дождь, сырость такая. Я сейчас пошла быстренько, отопление на больше включила, что-то мне холодно. Замерзла, сделала чаек, думаю, поговорю с вами, расскажу. Немножко отвечу на ваши вопросы, которые задавали. Опять я на кухне снимаю, хотела сейчас, пошла с камерой в зал, думаю, сяду так уютненько, думаю, немножко укрою с пледиком. Ну, посижу, поговорю с вами, тоже с чайком, ну, там очень плохое освещение идет. Там, получается, окна со всех сторон, и садишься, и как-то все против окна. И, в общем, не так, опять и на кухне здесь самое лучшее освещение, мне самое удобное. Мила, что ты она зовешь? А-а-а! Что это зовешь? Так, в общем, просили рассказать за детский садик, за Машу, как она адаптировалась в детском саду. В общем, расскажу. Да, адаптация была у нас такая тяжеленькая, так скажем. Маша пошла в садик, ей было 2 года и 3 месяца. Вот, и получается, Маша постоянно, она такой ребенок мамин, да, вот, она постоянно с мамой, с мамой. Вот, и она больше даже ко мне тянется, чем к Диме, но постоянно, потому что со мной с детства, да, и у нас здесь нету никаких, ну, родственников. Только вот брат есть у Димы, но он живет далеко, и так мы редко, ну, здесь так же, в Германии живет, да. Вот, и, ну, он живет далековато от нас, как бы понятно, все работают, все заняты, мы ведемся редко. Все, родственников у нас больше здесь нет, у нас все в Украине, дедушки, бабушки, тети, дяди, все-все-все в Украине. Здрасте, идет, идет уже. Хулиганка. Что, Маша, ты витамины хочешь? Придется дать тебе витамин. Так, ну, чем я закончила, что родственников у нас нету, здесь все дедушки, бабушки, тети, дяди, все в Украине. Вот, и, получается, ребенок знал только мама, папа, да, вот так только нас. И здесь она, когда пошла в детский сад, естественно, много чужих людей оторвали от мамы. Ну, поначалу, конечно, приводишь ребенка несколько дней сначала с ребенком, там, чуть-чуть, там, часик посидишь и уходишь потом с этим ребенком же домой, да, чтобы, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть ребенок привыкал. Вот, также потом, ну, я вот так, я пару дней с ней так посидела, и все, потом начала оставлять ее на чуть больше, потому что я в тот момент работала, и у меня не было возможности с ней постоянно сидеть. Вот, и приходилось, конечно, плакала она, естественно, записывала до полтретьего я ее записывала, она была у нас, но сначала она там час была, потом два часа, и вот так по нарастающей, она больше и больше, естественно, да, она не хотела, для нее это был стресс, но, как говорили, все равно привыкнет, да, ребенок привыкнет, вот, и так она привыкла, в принципе, сейчас ей очень нравится в садик ходить. Вот, еще какая у нас была проблема, что, вот, как был стресс для ребенка, да, вот это, оторвали от мамы чужие люди, все, вот эта стрессовая ситуация, что она в садике с чужими людьми, все одна, в общем, у нее началась такая проблема, а, что хотела, чтобы не забыть, в общем, я извиняюсь, у меня такой сумбур сейчас получается, в общем, я думаю, уловите мою мысль, если что-то у меня мысли не на месте. Вот, так, хочу, хочу, хочу. В общем, на тот момент, да, как ребенку два года и три месяца, она, мы, естественно, дома только по-русски разговариваем, вот, и она, как бы, новый язык также для нее, да, это тоже было для нее тяжело, и она, как бы, это время ребенок только начинает разговаривать, да, более так, уже активно, вот, и получается, она в этот момент только уже начала прям предложениями уже выплескивала ее по-русски, говорит, и тут она, получается, меняет обстановку, немецкий язык, и для ребенка, естественно, этот стресс, и мы начали замечать, у нас Маша начала заикаться, начала заикаться, причем она сама замечала, что у нее это проблемы, и когда она нам что-то пыталась сказать и заикалась, она прям вот так ротик рукой прикрывала, она понимала, что она что-то не так говорит, да, вот, что-то с ней происходит. Мы, естественно, испугались, в чем дело, что такое, не слышали о таком, да, я же сразу, конечно, в интернет искать давать, и, естественно, я нашла проблему такую, да, что, когда дети идут в садик в основном, да, когда вот происходит вот этот стресс у ребенка, что они начинают заикаться, вот, при этом надо, ну, чтобы ребенок стараться не подвергать ему дополнительному стрессу, надо, чтобы не ругать ребенка, да, стараться спокойно разговаривать, вот, ну, как-то вот так, да, чтобы ребенок не перевозбуждался, вот, и потихоньку, вы знаете, у нее это прошло, заикание прошло, и все нормально, слава Богу, все наладилось, сейчас, естественно, многие спрашивают, конечно, и в Украину, когда я езжу, и пишут, а на каком Маша общается, вот, в садике, ну, естественно, на немецком, естественно, мы находимся в Германии, в немецком садике, естественно, все разговаривают на немецком языке, и Маша также говорит на немецком языке, да? Вот так вот, вот такая у нас была адаптация, также спрашивали... Мотай, мотай, мотай! Что? Опять отвлекаемся? Так, спрашивали также, я записала на бумажечку, я подглядываю, да, вопросы, чтобы не забыть, потому что, я говорю, я сегодня что-то такое настроение у меня, вы знаете, какое-то такое сонливое, я говорю, дождь на улице идет, хочется спать, и как-то не могу собрать мысли все в одну кучу. В общем, так, какое отношение немцев к русским, да? Ну, я так поняла, тоже в садике имеется в виду, наверное, или так, ну, в общем, отвечаю, в общем, в садике, к детям, да, вот, русским. Если честно, в нашем садике, я не знаю, как у других ситуаций, говорю, как у нас, я не заметила вообще никаких отличий, чтобы как-то отличали вот русских от немцев, абсолютно нет. По поводу вот нашей Маши, ее очень любят, то, что она разговаривала, пришла на русском языке, мы тоже это объяснили у нас, и когда мы ходили, было родительское собрание, да, мы тоже насчет этого говорили, что вот Маша разговаривает по-русски, там это, мы объясняли им, что вот наша такая политика с Димой, да, мы говорим с ребенком на русском языке, потому что мы хотим, чтобы она знала русский, потому что здесь очень много русских, да, и русские все равно тянутся к русским, мы хотим, чтобы она разговаривала на русском. Во-вторых, у нас также родственники в Украине находятся, да, вот я рассказывала, мы хотим, чтобы она с ними могла тоже разговаривать, вот, потому что есть такие случаи, я знаю, что когда находятся родственники также в Украине, в России, а ребенка здесь с ребенком разговаривают на немецком, он просто потом, когда едет к своим родным туда, да, или они сюда приезжают, они просто не могут разговаривать без переводчика мамы или папы. В общем, нет, мы хотим, чтобы ребенок напрямую общался, для нас это важно, чтобы ребенок знал русский язык. Также мы считаем, смотрите, русский, немецкий, в школе пойдет английский, чем больше ребенок знает языка, мы считаем, да, с Димой, тем лучше и развивается, тем более дети, как бы, когда маленькие, они очень быстро хватают языки. И, в общем, мы считаем это плюс. С нами также согласились воспитатели, говорят, да, вы разговариваете по-русски, а в садике она научится по-немецки. Также еще причина такая, да, мы с Димой, да, мы говорим, понимаем немецкий, но мы не немцы, не чистокровные, мы живем здесь, ну, Дима, да, давно, Дима уже практически 20 лет здесь живет, да, вот, но все равно мы разговариваем с акцентом, мы говорим неперфектно по-немецки, вот, и мы считаем, что ребенок должен учиться правильно разговаривать по-немецки, правильно ее научат в садике, в школе, потому что мы хотим, например, также что-то объяснить ребенку, да, вот, что-то донести до него нам легче, конечно, на русском языке, чем на немецком, вот, и мы хотим, чтобы ребенок, как я уже говорила, научился правильно говорить, она будет, конечно, разговаривать без акцента, вот это R немецкое, это G, как они говорят, или глотают, мы не можем R говорить, да, R, вот, мы говорим, и мы хотим, чтобы она разговаривала правильно, чисто по-немецки, так что мы считаем, она, как бы, лучше, когда ребенок учит немецкий в садике, в школе, пусть ее, эти же немцы ее учат, в общем, воспитатели с нами полностью согласились насчет этого, говорят, да, вы правильно, правильно все говорите, правильно делаете, в общем, нашу Машу очень любят в садике, я говорю, я отличия вообще не вижу, она такая любимица там, да, ее там все, Машенька-Машенька там все, вот, я не знаю, я отличий не вижу, если честно, ну, чтобы какое-то было, отличали, да, немца от русского, нет, мы с таким не сталкивались, также с нами, когда общаются, естественно, ничего нет, мы не чувствуем какого-то вот, такого отношения к нам, да, плохого, нет, нормально в этом, в этом плане, вот, также, если мы где-то общаемся, ну, за садиком, так сказать, в жизни, не знаю, я в своей тоже персоне, да, вот, не чувствовала вообще никакого, никакого отличия, что как-то там не так относятся, что вот мы русские, не знаю, может, конечно, где-то, я не знаю, вообще, немцы тоже такие, да, вот, многие говорят, вот, наигранная улыбка, вот, они думают одно, а улыбаются тебе в лицо, вот, может быть, может быть, я ничего не говорю, но, мне кажется, лучше пусть человек тебе поулыбается, даже в магазин, тут я пойду мне и поздороваются, и пожелают хорошего дня, и улыбнуться мне, пусть там он себе думает, там, что думает, но здесь он улыбается, все, не так, как у нас, вот, когда я приезжаю, просто, естественно, уже, это я знаю, что такое в Украине, да, там, отношения, в странах СНГ, там, я не знаю, конечно, в многих магазинах уже более лучшие отношения, но все-таки, когда приезжаешь, отсюда туда и видишь вот это отношение, когда, знаете, тебе грубят, тебе с таким лицом, вроде-то, что-то им должен, и что-то говорят, ну, в общем, не знаю, лучше пусть мне улыбаются, я так же улыбнусь, знаете, чем ходить, в общем, я отъезжаю немножко от темы, там, что-то понесло, уста-попонесло, да, замерзла, холодно, в общем, что, что я вообще, о чем я, в общем, отношения нормальные, или когда ты что-то хочешь объяснить человеку, да, тоже идешь в тот самый банк, знаете, в основном понимают все, в основном есть, есть, конечно, я, конечно, не сталкивалась, но рассказывали, и Дима, мы сталкивались с такими случаями, когда, да, есть такие немцы, которые, знаете, что-то им говоришь, конечно, ты говоришь с акцентом, вот, и они делают вид, что они тебя не понимают, но мы считаем, тот, кто хочет понять, он поймет, да, и в основном, как бы, здесь немцы относятся нормально к русским, нету ни такого какого-то непревзятого отношения, в общем, все-все-все нормально в этом плане. Так, что еще спрашивали? А, есть ли у нас друзья немцы? Нет, немцев друзей у нас нету, не знаю, почему так сложилось, все равно, знаете, здесь, да, много русских, вообще много других национальностей, и, естественно, мне кажется, как везде, да, русские тянутся к русским, там, поляки к полякам, литовцы к литовцам и так далее, да, все равно как-то все притягиваются вот так, и у нас очень много знакомых в основном русских, друзей русских, вот, немцев нет, немцев у нас нету, может быть, здесь, знаете, также играет какой-то ментальное, да, какой-то что-то, менталитет, потому что очень разные менталитеты и какие-то культура другая, ну, не знаю, вот мы не такие закореневшие, да, вот немцы, чтобы, у нас какие-то все равно свои понятия, где-то воспитание детей и понятие отдыха, ну, вообще всего-всего другого, так что нет, немцев, друзья, у нас нету, все равно мы, русские, тянутся к русским больше, и в основном мы общаемся, ну, да, в основном с русскими, да, в основном мы общаемся с русскими. Так, что еще спрашивали, что еще спрашивали, а наряды к Новому году? Так, спрашивали, что бы показала магазины, если буду покупать себе наряды на Новый год, что бы показала магазины, что будет интересно. Девчонки, если буду, да, если буду покупать наряды, просто не знаю, у меня такая, видите, у меня дети, мне не на кого оставить, а ехать опять всем в кучу, в кучу магазин, чтобы маме выбрать какой-то наряд, это опять стресс, я не знаю, вырвусь я или нет в магазин, я постараюсь, ну, не знаю, если вырвусь, в общем, посмотрим. Тогда, конечно, сниму, да, магазин, где там какие есть, какие там вещи продают. Ну, в общем, если это интересно, вот, то если я буду где-то ходить по магазинам, да, буду показывать, если это интересно будет. Так, так же, так, я не там не на много хоть заснимала, сейчас будет видео такое длиннющее, с моим сегодняшним сумбуром таким, я не знаю, что-то говорю, 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 мысли вот так, все перепутано, все смешано. Спрашивали за часы, да, я показывала, что за бренды, девочки, не брендовые часы, нет, часы, ой, фирма какая-то есть, знаете, есть магазин там, где продаются всякие разные бижутерии, то ли бриджи, как-то там, бриджи бьюти, не знаю, как-то так называется, в общем, мы купили там, недорого, не брендовые, потому что, почему я объясню, да, например, часы брендовые, какие-то за брендовые часы, понятно, да, стоят где-то от 100 евро, извиняюсь, от 100 евро, вот, и мне такие часы не надо, потому что я, для меня часы, вот эти, которые я купила, это больше идет как просто бижутерия, мне даже не надо время смотреть, что-то там за время в часах, нет, мне просто они вот просто как типа браслета, просто как аксессуар, так скажем, да, мне не надо, чтобы они там были водонепроницаемые, еще какие-то там, чтобы, мне даже не важно, что будут они идти или нет, честно, мне просто вот как аксессуары не надо были, так что мне дорогие часы не надо, и я их буду редко одевать, конечно, где-то там выйти, когда руку видно, да, когда они в верхней одежде, когда все-все видно, вот, и, например, такие вещи вот нет, дорогие какие-то, брендовые не надо, брендовые вещи я могу, например, у меня есть хорошие очки, да, например, да, такое я могу вот что-то брендовое взять подороже, потому что оно более качество, и почему очки именно, да, потому что там хорошие стёкла, это всё-таки влияет как-то на зрение, вот, а часы, в принципе, никак. А, кстати, за часы хотела рассказать, как Дима говорила, ещё у меня часа у него, говорю, Дима, так хочу часы, говорю, вообще, говорю, сейчас так модно, а он говорит, а ты что, говорит, не хочешь, ты что, не счастливая? Говорю, почему счастливая? Просто, да, как говорят, счастливые времени наблюдают, вот, и, знаете, даже было такое, у меня Дима, когда мы с ним познакомились, он постоянно ходил в часах, постоянно, и днём, и ночью, он у них и спал, он у них купался, у него были вот водонепроницаемые, он и ванну принимался этими часами, говорю, что ты их не снимаешь? Я говорю, а зачем? Они говорят, всё равно водонепроницаемые, мне удобно, всё, они не мешали. Он, говорю, и ночью, и днём он был в этих часах постоянно. И когда мы поженились, мы поженились летом, и после свадьбы мы поехали на море, и на море он их снял. Вот как он тогда снял их, всё, а потом он ходил и говорит, слушай, ну, говорит, тут и днём, и ночью, говорю, ходишь в этих часах, а сейчас, говорю, ты вообще их не одеваешь, а зачем? Я счастлив. Так что, видите, в общем, часы, говорит, можно не носить, если человек счастлив. В общем, счастливые часы не наблюдают. Так что я ношу часы просто как аксессуар, мне дорогие часы эти не нужны. Вот, вроде бы всё рассказала девчонки. О, телефон звонит. Всё, ладненько, побежала я, всё. Всем пока-пока, спасибо вам большое за вопросики, задавайте вопросы. Мне очень-очень приятно с вами общаться новым подписчикам. Большое спасибо, что вы подписываетесь, что вам интересно, за комментарии, девочки. Это так классно, так вообще, когда, телефон перестал, это, сейчас перезвоню. Так классно, когда получаешь от вас тёплые комментарии вообще, или когда видишь эти пальчики вверх, что смотришь, что реально это людям нравится, что... Я вот даже, вы знаете, сейчас начала, может, вы заметили, снимать видео, у меня как-то настроение не очень сильно было, вот такое, всё, всё, я сейчас загорелась, всё, мне уже энергия пошла, мне уже всё нормально. В общем, спасибо вам большое-большое за ваши комментарии, за ваше внимание к моему каналу, ко мне. Спасибо вам большое, всё, всем пока-пока.